Я думаю, что мою любовь к тридцатым годам можно видеть в постановке кадра, в декорации, в костюмах к фильму. Я думаю, что это настоящая визуальная любовь. И я мечтал о том, чтобы получить возможность провести время в атмосфере, о которой я слышал от своих родителей, которые жили в то время, и которая была в любимых мною фильмах. Так что с «Конформистом» мне представилась возможность вернуться в тот конкретный период кинематографа. Конечно, оператором-постановщиком был Виторио Стораро, который всего за несколько месяцев до этого снял «Стратегию Пока». Виторио был фокусником на съемках фильма «Перед революцией», поэтому я знал его. Он был уже очень опытным. Должен сказать, что мы оба были развиты не по годам, уже были слишком опытны, он был более-менее моим сверстником. Одна из главных причин нашего с Бернардо Бертолуччи Союза заключалась в том, что он использовал мизансцену определенным образом. Будучи режиссером, скомпоновать сцену не обязательно во всем совершенно осознанным образом. По многим причинам ему в жизни всегда необходимо показывать идеи посредством символов, как во сне, весьма таинственным образом. И в то же время я говорил «Бернардо, давай создадим своего рода клетку вокруг этого персонажа. Давай сделаем свет таким резким, что не будет никакого сочетания, никакой гармонии между светом и тенью». Эта идея понравилась Бернардо, и мы решили придать всем римским эпизодам такое ощущение клаустрофобии. И, конечно, нам была необходима эволюция такого видения, поэтому мы сказали, когда он отправляется во Францию, мы должны видеть, как свет начинает обволакивать тень, начинает терять подобное отчуждение. И он также начал изменять главного героя. И мы начинаем видеть, как бы, может быть, цвет. Фиалки? Фиалки, месье. Не хотите фиалок? Настоящие пармские фиалки. Правда, из Фармы? Да, конечно. Дайте букетик. Помню, я встретился с Фердинандо Скорфиотти, который работал с Лукино-Висконти и был нашего возраста. Я встретился с ним, дал ему книгу, дал ему сценарий. Это его очень вдохновило. Вместе, думая об атмосфере фашизма, присутствующей в романе Мураве, мы отправились в Июар. Это римский район, построенный во время войны. Это была своего рода архитектурная мечта Муссолини. Бернардо любил снимать на настоящей натуре, а не в студии. Мы сняли на студии только одну сцену – радиостанцию, потому что, согласно итальянским законом, мы должны были хотя бы несколько дней поработать в студии Чиничита. Это единственная сцена, которую мы сняли в студии, и все остальное было снято на натуре. Я забыл о художнице по костюмам Жит Магрини. Это был наш первый совместный фильм. Она была родом из Милана, но последние 10 лет она работала во Франции. Я был по уши влюблен во французское кино, которое называлось «Ла Нуэль Вог», «Новая волна». И для меня было огромной честью пригласить Джит прямо из фильмов, которые я любил. Помню однажды у нас была в Риме съемка в интерьере. Это должна была быть квартира в Париже, квартира, где живет профессор Квадри. А Жан-Луи Трентиньян, его студент, приехавший в Париж, пытается напомнить своему учителю концепцию, которую он усвоил из одного из его уроков «Миф о Платоновой пещере». Представьте себе огромную темницу в форме пещеры. В ней люди, которые живут там с детства. Все в цепях. Однажды мы с Бернардо были в этих декорациях, он объяснял мне всю концепцию. Он сказал, понимаешь, Витторио, в этом мифе в пещере находятся скованные люди. Они пленники. Пленники с самого начала своей жизни. Их заставили смотреть прямо перед собой на тыльную сторону пещеры. На тыльную стену. И на что они смотрят? Они смотрят на движущиеся тени, которые порождают огонь за ними, снаружи пещеры. Тени нарушают проходящие мимо люди со статуями, флагами, разными предметами. И эти тени, спроецированные на тыльную стену пещеры, это то, что эти пленники, эти люди принимают за реальность. Если на мгновение задуматься, это же идеальная метафора кинематографа. Вы не могли привезти мне подарка лучших этих воспоминаний, Клеричи. Скованные пленники Платона. А теперь они напоминают нас. Я подумал, вот оно кино. В символическом смысле, зрители подобны пленникам, которые сидят и вынуждены смотреть на эти тени реальности, потому что само кино не реальность, а это тень реальности. Пока он мне рассказывал это, я думал об одной конкретной картине, которую создал Микеланджело Меризи. Караваджо. Призвание святого Матфея. В особенности об этом разделении света и мрака. У Караваджо была идея, и это единственная известная мне картина, где такое конкретное разделение света и темноты между божественным и человеческим. Символизм, использованный в Конформисте, это разделение между светом, сознанием и темнотой, неосознанностью, являющей собой точную структуру персонажа. Человека, который должен скрывать что-то в себе. То, что вы не знаете, не должны знать, то, что вы не должны видеть, поэтому оно в темноте. Это то, что он ставит перед собой как реальность, что является осознанной половиной. Так что это конкретное отношение на картине было для меня точным символом того, что я пытался сделать со светом, конкретно не только в персонаже, но и во всем принципе Конформиста. Такова была идея, и мы должны были воплотить эту идею в реальность. И эту сцену окружала аура нескольких человек, которых весьма-весьма вдохновляло это открытие. И это придает сцене определенную силу и определенную харизму. Красивые слова, но вы уехали, а я стал фашистом. Простите, Клеричи, но убежденные фашисты так не говорят. Когда ты стоишь за камерой и смотришь в отверстие камеры, в объектив, ты подглядываешь, как в детстве, когда ты маленький мальчик, маленькая девочка, и ты подглядываешь за своими родителями в спальне. Если бы я не была замужем, сказала ты. Да, наверное, я так сказала, но я замужем. Это не важно. Я думаю, что в Конформисте, когда он подглядывает за девушками, за своей женой и за Доминик Санда, между которыми происходит нечто эротическое. Тогда, смотря фильм, я понял, что может быть причина, почему я люблю снимать кино, отчасти заключается в повторении этого ребяческого, но очень важного момента. Я не помню, делал ли я так, но иногда я думаю, что снимаю кино, потому что я хочу повторить этот момент. Или, может быть, наоборот, я хочу снимать кино, потому что в детстве я никогда не делал этого, и я хочу сегодня подглядывать в замочную скважину. Убийство профессора Квадри и его жены было, пожалуй, одной из самых эмоциональных сцен, которые мы сняли в Конформисте. Я помню, мы были на севере Италии, в Эбетона, была зима. Мы сделали кое-что. Это был последний съемочный день, после которого мы должны были вернуться в Рим. Наше время истекло. И Бернардо сказал мне, Виторио, это очень сложная сцена. Пожалуй, мы сняли все необходимые планы, чтобы создать атмосферу, напряжение. Отчасти, когда я увидел эту сцену, у меня была такая идея определенного движения камеры на кране вслед за мужем, который выходит из машины. И тут появляются эти люди с ножами, с кинжалами, которые колют его всего. И эта сцена напомнила мне о Юлии Цезаре. Но в тот момент я чувствовал, что она снята правильно. Знаете, также и игра Жанна Луи, который неподвижно сидит в машине, когда вокруг него происходит трагедия. Даже он, когда он видит, как эта девушка, Доминик Санда, подбегает к их машине и видит внутри Морчелла. Когда она начинает стучать в окно машины, он полностью изолирует себя в машине, он не смотрит на нее. Если он посмотрит, и тут она понимает, что за всем этим убийством стоит он. И в тот момент, когда она понимает это, ее лицо искажает мука, отчаяние, жажда мести. А он как скульптура, он не шевелится. Финал у фильма другой. Книги. Конформист, его жена и ребенок уезжают в машине, будто спасаются от войны. Летит самолет, может быть самолет союзников. Книги этого никто не знает. Он замечает машину, снижается и расстреливает машину из пулемета. И они все умирают, Конформист умирает. Меня это не устраивало. Я подумал, что персонаж будет наказан намного сильнее, если он вдруг увидит, что человек, которого, как он думал, он убил в детстве, жив, и пытается соблазнить другого юношу. Он видит его живым и понимает, что всю его жизнь, все его желание быть Конформистом строилось на его идее о том, что он не такой, как все, потому что его пытался совратить этот мужчина. И вот, этот человек жив, он его не убил, он не был другим человеком, и это своего рода взрыв. Отпустите меня! Я хочу знать! Отстаньте! Убийца! Убийца! Я думаю, что в последнем кадре фильма, когда Жан-Луи Тринтиньян, сидя, поворачивается к камере и смотрит, можно понять, что он внезапно понял правду о самом себе. Я хотел бы думать, что я меньше всего понимаю свои фильмы, но я думаю, что так для меня лучше. Я не мог бы приходить на съемочную площадку, уже зная, что я хочу делать, что я хочу снять. Быть там, где произойдет сцена, в этих стенах, перед этими людьми, телами, костюмами, освещением. Все вот так. Все всегда было так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok